Соревнования завершились, но борьба со штангой главным соперником тяжелоатлетов продолжается. Впереди спортсменов ждут более серьезные старты. Турниры, прошедшие с 11 по 15 декабря в Краснодаре, были отборочными на первенство России среди юношей до 20 лет и среди взрослых на Кубок России. У нас отобрались два спортсмена на первенство России и два спортсмена на Кубок России. Это очень хороший показатель, не только для города, но и для нашего зала особенно. Потому что очень много народов в первый раз попадает на первенство на чемпионат России. Соответственно, мы ждем высоких результатов. Соперники всегда у нас присутствуют серьезные. Самое основное, что соперник – это штанга, снаряд. Поскольку мы все-таки готовимся не на крае с кем-то бороться. У нас нет конкурентов в Краснодарском крае. У нас спортсмены лидеры своей категории. Мы ориентируемся на российский помост. Один из лидеров – Елена Качаева. Наявится чемпионка Кубка и чемпионатов России. На прошедших краевых стартах взяла золото. Равных в ее категории 81 килограмм в нашем регионе нет. Выступили достойно. Результат подняли, который планировали. Все хорошо. На крае мы проходочку сделали 85-100. Не стали сильно гнать лошадей, чтобы пощадить себя на России, потому что уже Россия будет в феврале. По краю соперников нет. Можно сказать, я сильнейшая в крае. Соперников нет. У нас мы ориентируемся на Россию. На Россию, я думаю, будут соперники достойные и будет интересная борьба. Предстоящий турнир – Кубок России. Шанс для Елены попасть на домашний чемпионат Европы, который пройдет в Москве в следующем году. Последний раз такой турнир «Наша страна» принимала в 2011-м. Серебро на краевом чемпионате взяла Марина Манец. Ее весовая категория – до 55 килограммов. Соперники были достойные. Подняла в рывке 55 килограмм. В толчке удалось поднять только 68. На самом деле результатом не до конца довольна. Буду работать и готовиться к следующим соревнованиям, которые пройдут уже в следующем году, в апреле. И надеюсь, улучшить свои результаты и приблизиться к нормативу мастера спорта. Под руководством заслуженного тренера России Валерия Луканина на краевых стартах среди юношей отличились Андрей Суслов в категории 102 килограмма и Никита Ведерников в 67 килограммов. Он стал первым в своей возрастной категории. «Соревнования прошли хорошо достаточно. Вес поднял в рывке 97, в толчке 120. Сумму собрал хорошую, больше, чем на предыдущих соревнованиях. Но все равно есть к чему стремиться, добиваться. Сейчас цели стоят – это мастера поднять. Сейчас он уже почти наполовину выполнен. Я отобрался на Россию. Пока мастера не поднимаю. Когда буду поднимать, то обязательно хочу отобраться на Россию, выступить, в тройку поднять и на мастера поднять». Сейчас юноши активно готовятся к первенству России. Турнир пройдет в середине января. И времени на подготовку остается мало. Поэтому спортсмены все время проводят в зале, чтобы достойно представить Краснодарский край. Кстати, сейчас в первой спортшколе стартовал набор детей в секцию тяжелой атлетики. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...